Вдохнуть Сейчас вашему здоровью ничего не угрожает, но мы сделаем еще пару анализов и оставим вас на ночь. Понаблюдать. Лучше перестраховаться. Я позвоню, Рася Викторовна, она едет. Давайте маме не будем всего рассказывать, ладно? Скажем только про потерю сознания и про мигрень. А про машину говорить ничего не будем, хорошо? Ей лишний стресс и ни к чему. Знаете, надо будет купить еще лекарства. Я займусь. Пойдемте в мой кабинет, я выпишу вам рецепт. Давай, побудь с мамой. Я так за тебя испугался. А я за тебя. Ну, не грусти. Завтра меня выпустят и все будет хорошо. Мам, а почему Максим назвал меня сыном? Потому что он твой папа. Что? Я думала, вы вместе. Поэтому. Ты же сказала, что не знаешь его. Паш, мы не имели права вмешиваться в его жизнь, сынок. Обманщики. Паш! Я сказала ему правду. Паша, стой. Нельзя убегать от мамы. И папы. И папы. Почему ты сделал вид, что не знаешь маму? Я тебе был не нужен? Ты очень мне нужен. Поверь. Мы можем с тобой сейчас поговорить? Пусти меня! Не пущу. Я твой отец. Ты мой сын. Я тебя люблю. И всегда буду рядом. Ты мне не нужен. Нужен. Я понимаю, ты злишься. Злись. Но только не уникай. Убежать сейчас легче всего. Надо найти в себе силы и мужество. Выслушать и понять близкого человека. Почему тебя не было со мной десять лет? И когда я тебя нашел, вы сделали вид, что не знаете друг друга. Почему я должен остаться? Я во мне игрушка. Взрослые тоже совершают ошибки. Когда ты выразишь, мы с мамой тебе расскажем все. Но я клянусь тебе, когда ты пришел ко мне в палату, я действительно не знал, что я твой отец. А у твоей мамы были причины не говорить это. Какие? Она думала, что мне лучше это не знать. Мама всегда так делает. Думает, что знает лучше, что другим надо. Она хочет защитить тебя. Разве ты плохой? Десять лет назад по моей вине произошла авария. В которой погиб мой сын. Ему было четыре года. У меня был брат? Его звали Игорь. После его смерти я сделал очень много нехороших дел, о которых сейчас сожалею. Еще недавно я думал, что у меня больше уже никогда не будет ребенка. И вот в моей жизни появился ты. Разреши мне быть твоим папой. Мне нужно подумать. Паша! Пашенька. Здравствуйте. Как там Таня? Лучше. Я пойду к ней. Не хочу оставлять ее одну. Захватите эту сумку. Это длиннее. Паша. Паша. А ныне депутата городского совета Льва Орлова. Это Орлов надавил на начальство Иванченко, чтобы тот закрыл дело Татьяны. Татьяна знает о его криминальных связях? Думаю, нет. Иначе бы я не подпустил его к сыну. Ну, тогда надо убедить ее в том, что неисправность тормозов в ее машине – это конфликт между Марченко и Орловым. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, как вы поговорили? Непросто. Он умный, он все поймет. Он очень тебя любит. Не ожидал, что ты ему расскажешь. Я могла умереть сегодня. А с кем он останется, если меня не станет? Я хочу, чтобы он знал, что у него есть ты. Хотя я, конечно, не умею выбирать правильные моменты. Правильных моментов в жизни не бывает. Мне важно, что он знает про меня. Спасибо. Пообещай мне, что не бросишь его, если со мной что-то случится. С тобой ничего не случится. Я не позволю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Капельница? Почему ты выбрала меня отцом своего сына? А у тебя была всего лишь одна фотография. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В тебе было столько характера. Прямо как у Пашки сейчас. Ну и еще ты был симпатичный. А сейчас как? Я не присматривалась. И правда. Как нам уберечь Пашку? Я установил в его телефон специальное приложение. Теперь мы всегда будем знать, где он. И ты. И я. Прости меня за слова о твоем сыне. Это было очень жестоко. Я понимаю, ты защищалась. Ты понимаешь меня с первой минуты? У меня такое впервые. И у меня. Я столько еще не знаю о нашем сыне. Когда ему был год и месяц, он сделал свой первый шаг. А меня не было рядом. Он был с мамой, потому что я почти сразу пошла работать. Бизнес не любит ждать. И только сегодня я поняла, как мало у нас у всех здесь времени. Так что мне кажется, у меня он здесь не хорошо. Я не знаю. Я знаю, как мало у нас у тебя. Но никто не хочет вернуть. Он был с ним на ночь. Он рассчитывал тот в разогнародный шаг. Он был смысл не перезариваться. Он был снять его на расшвяжении Соединих. Матвей Игоревич Иванченко, прокуратура. Вы занимаетесь делом Татьяны Синьок. Хочу поговорить с вами. Не для протокола. Сгляните. Домой? Нет. Нужно заехать на работу. Никакой работы, Татьяна Евгеньевна. Домашний режим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Это Григорий Лавриненко, следователь, который ведет ваше дело. Уже готова экспертиза тормозной системы? Да. Вас хотели убить. Подъезжайте ко мне сейчас в участок. Разговор будет о Максиме Марченко. Едем к следователю. Вы знакомы со Львом Орловым? Нет, я не знаю, кто это. А как давно вы знаете Максима Марченко? Недавно. При каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Это допрос? На гонках. Мой сын увлекается гонками, а Максим – известный гонщик. Значит, вы ничего не знаете о его прошлом. А о чем я должна знать? Максим работал на этого человека. Досье Орлова очень занимательное. Рэкот, бандитизм, вымогательство. Погибший бизнес-партнер при невыясненных обстоятельствах. Именно этот человек помог закрыть ваше дело в прокуратуре. Помощь в закрытии дела – очень серьезная услуга, у которой есть цена. У Марченко с Орловым случился конфликт. А потом у вашей машины отказали тормоза. Этого не может быть. Я уверена, что это дело рук Красовского. Максим не мог нас поставить под такой удар. Откуда такая уверенность? Вы же знаете этого человека недавно. Он – отец моего сына. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты во что нас с Пашкой потянул? Я не понимаю, о чем ты. Ты связан с Львом Орловым. Откуда ты узнала? Это он закрыл мое дело. Я хотел помочь. Я хотел помочь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Таня, подожди. Это в прошлом, когда погиб Игорь, мой сын. Я вообще не понимал, что я делаю. Мне вообще тогда жить не хотелось. Мне было все равно. Если ты с ним не связан, почему он повлиял на мое дело? Я обещал проиграть чемпионат. Выиграет его гонщик Орлов, заработает на этом денег. А потом ты передумал, и в моей машине отказали тормоза. Ты так обо мне думаешь? Я не хочу видеть тебя рядом с Пашей. Я не знаю, кто ты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. О, привет. Пошли вместе. Ну, давай. Привет. 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 Чего не тренируешься? Уверен в своей победе. Ничего не хочешь мне рассказать? Ничего. Я слышал, Орлов сделал крупную стаку на Байщука. Ты опять взялся за старое. Мне нужно было спасти сына. Какого сына? Так хотелось сказать, я шутил, забудь, рядом побудь. Время лечит о мне, как и раньше, в путь. Ничего уже не вернуть. Ничего уже не вернуть. Вдохнуть, выдохнуть. Выдохнуть, вдохнуть. Наизнанку не значит внутрь, без тебя я не могу уснуть. Как с разбега мне камнем гнуть, как разбилось стекло, покатилась ртуть. Когда нет никого и когда бегут, не страшись ничего, я побуду тут. Скоро станет прозрачна вся эта муть. Вдохнуть, выдохнуть, выдохнуть, вдохнуть. Ну, ты что здесь делаешь? Тоже, что и ты. Похоже, у Паши свидание. Ты иди, а я останусь. Я тоже останусь. Может, нам им не мешать? Прогуливаем уроки? Я? Мы с тобой разве так договаривались? Таня, не кричи, пожалуйста. Послушай, я сама решу, кричать мне или нет. Я поеду с Максом. Паша. Я поеду домой с Максом. Он мой отец, и я имею право проводить с ним время. Ну, а ты отвези Марту домой. Пока, Марта. Бабуля! Бабуля! Мама, а ты куда собралась? У Светы, соседки, сердце. Нужно ехать. Сама боится. Дети за границей. Помочь некому. Денег дать? У меня есть. Макс, позаботьтесь о Тане с Пашей. Останетесь ночевать. Я на пару дней. Останешься? Хорошо, Раиса Викторовна. Я останусь. Спасибо. О, у меня такси. Бегу! Пойдем. На старт. Внимание. Маша, погнали. Маша, погнали. Дельгир, оттормошись, оттормошись. Подruk, подкажем. Подкажем, подкажем. Поворот. Ходи правый поворот. Давай, давай, давай. Держи, руль, держи, держи. Полный, полный глаз, полный глаз. Макс, о чем вы разговариваете с девчонками на свиданиях? На свиданиях? Да. Я просто Марте сегодня рассказывала о новом болиде Макларене. Какая у него чумовая скорость, какой двигатель. Мне кажется, она начала зевать. Ну, на свиданиях с девочками нужно говорить о девочках. Что им нравится, что они любят. Какие занятия им интересны. Завтра финал. Я приду за тебя болеть. Я могу завтра не выиграть. Мне все равно. Я хочу, чтобы ты знал. Я буду всегда за тебя болеть. ЗАДАТЬ Зачем? Я бы забрала. Паша уснул. Ну, можешь ехать. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Не надо дежурить у моих окон. Я обещал, что никто никогда вам не навредит. И я буду дежурить у твоих окон. Заходи, я постелю тебя на диване. Вот. Заходи. 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 Идите. Я вас догоню. Тебе чего? Почему ты со мной дрался? Я с тобой больше не дерусь. Ты всех моих друзей забрал. А ты был хорошим другом. Чего ты ко мне прицепился? Хотел поговорить. Понять. Всем на меня наплевать. Мать все время в разъездах. У отца другая семья. Дочь. И вижу ее только по праздникам. Разве это справедливо? Нет. Вот и я так думаю. А теперь я и тут один. Я знаю как это. Но у каждого должны быть шансы справиться. Мы можем многому научить друг друга. Не драться, а защищать. Ты шутишь? Нет. И ты нравишься Юле. И я? Сам не понимал. Оказывается девочкам нравятся не только хорошие мальчики, но и плохиши. Она симпатичная. Если захочешь, присоединяйся к нам. На, это тебе. Класс. Теперь точно ключи не потеряю. А давай сделаем селфи? Давай. Здравствуйте, дети. На сегодня вы должны были выучить стих. Кто хочет быть первым? Я. Ковалев удивил. Сегодня я хотел бы извиниться перед Пашкой. За все драки. И зарыть топор войны. Надеюсь, ты простишь меня. И перед Мартой. За все. Мир. Мир. А стих я не выучил. Простите. Он скучный. Ладно. Давай дневник. Тихо. 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 Тамара Пикцовна, что пожар? Мы ходим, мы ходим, мы ходим, мы ходим. Один, другой. Быстро. 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 Бегом. Бегом. С Porky. Эти от плаги. Тихо. 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 Я сейчас дść от плаг家. Ага, dreams. Тихо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я позвонила и сказала, что именинник торт принес, а они будут праздновать. Мы на тренировку не успеем, но на финале обязательно будем. Жду вас на гонке. Я говорила с мамой Паши. Он испугался и побежал домой. Она дома с ним, все нормально. Что-то тут не так. Зачем ему надо было поворачивать назад и бежать через спортзал, если главный вход был ближе? Я тоже не понимаю. Набери Пашу. У меня его телефон. Я позвоню его маме. Не берет. Может, еще кому-то можно позвонить? Давай. К Максу. Итак, дорогие друзья, сейчас будет грандиозное шоу. До старта остались считанные минуты, а сегодня очень важный, очень ответственный и решающий день. Не только для пилотов, но и для фанатов. Так давайте же будем держать кулачки за своих фаворитов и пожелаем им удачи. Под номером 12 выступает Николай Вальчук, который по результатам классификации стартует сегодня с первой позиции. Под номером 9 выступает Артем Громов, который молниеносно врывался в схват у титулованных гонщиков, часто рискуя на треке. Под номером 67 выступает Денис Агеев. Выиграть гонку можно только преодолев себя. Пашка, ты где? Мы уже начинаем. Здравствуйте, это Марта. Я бы хотела поговорить с Пашкой. С ним все в порядке? А почему ты спрашиваешь, что-то случилось? У нас в школе пожарная тревога, а его нет. Все говорят, что он испугался и побежал домой. Мы хотели бы узнать, все ли с ним хорошо. Вы разве не отмечали чей-то день рождения? Нет, мы никогда не празднуем это во время уроков. Гонки все готовы. Я сейчас приюду. Кажется, Максим Марченко досрочно проиграл гонку и уже не станет чемпионом в этом году. Это просто невидимое событие. Такого еще не видел ни один чемпионат в мире. Оригинально. Все, я все подписала. Компания твоя. Верни мне ребенок. Но ты же не думала, что все будет так просто? Что ты задумал? Сейчас на границе с твоими документами очень похожа на тебя женщина с сыном. Они выйдут за границу, а вы исчезнете навсегда. Паша, ребенок, отпусти его. Я не хотел нашего сына. Почему ты решила, что я оставлю в живых твоего? Ты мерзавец, не мерзавец! Пашка, сынок! Не бойся, все будет хорошо, ладно? Беги! Беги, говорю! Здесь и здесь нет. Что случилось? Воспеклассник включил сигнализацию. А он уже сознался, что ему за это заплатили. Кто? Какой-то мужчина. Вышел на него через соцсеть. Как он мог покинуть школу еще, кроме центрального входа? Есть, есть еще один выход, но он закрыт, мы им не пользуемся. Где он? Покажите! Хорошо, побежали. Замок взломан. Это я сегодня Пашке подарила. Что вы делаете? Я должен знать, где Мурсена. Мартинка, батя Синевока. Вот это Мурси. Восставший из мертвых. Это же Андрей Васильевич. Он часто завозил Пашку в школу. Отпусти! Отпусти! Паша! Полиция! Не двигаться! Руки! Где сын Татьяны Синевок? Видеорегистратор в машине возле школы записал тебя, когда ты похищал ребенка. Говори! Они на заброшенных доках. Отпустите его, пожалуйста. Я вас прошу, он за ребенок, пожалуйста. Отпустите его. Паша! Мама! Мамочка! Мам! Помогите! Мам! Я вас прошу, пожалуйста, отпустите его. Он ничего не виноват! Он ничего не виноват! Мое видение развития венчурного рынка в стране... Полиция! Все на пол! Руки! Снимай это. Не двигаться! Гражданин Красовский, вы арестованы за похищение и покушение на убийство. Руки! Встать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отпустите его! Паша! Стоять! Паша! Убегай! Убегай сюда! Убегай! КРИКИ Нет! Нет! Пашка! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НА ДОСТОЙНЫХ НОЖИ ТОЧЕРШАЙМЫ КАГДА КРОВЬ ТВОЮ ВСЁ УЖЕ ВЫПИТА КАГДА ПРАВДУ ПОД ПРЕССОМ ВЫПЫТАЛ Я ТЕБЯ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВЫКЛИЧУ И ДОТИЧНОЕ МОЯ МАМОЛИТА НО ГЛАЗА МАЛЫШИ БЕЗВЕЧНЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ ТРАВИВАТЬ СОЛЁНОМ БЫТЬ РАСТОЛТАННЫМ ОКРЫВЕННЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ БЕЗУТЕШНЫМ БЫТЬ КАК С РАЗБЕГА НА КАМЕМ В ГР streЧ КАК РАЗБИЛОСЬ СЪКЛОПрИ КАКИЛОСЬ РТУТЬ КОГДА НЕТ НЕКОГО И КАК НАБЕГУТ ТЫ НЕ СТРАШИСЬ НИЧЕГО Я ПОБУДУ ТУТ СКОРО СТАМЕТ ПРОЗРАЧНОЙ ВСІ ЭТА МОТЬ ВДОХНУТЬ ВЫДОХНУТЬ ВЫДОХНУТЬ ВДОХНУТЬ ВДОХНУТЬ ВЫДОХНУТЬ ВЫДОХНУТЬ ВЫ Ты только души, 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 слышишь? души Паша 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 Зимок, Паша Паша have you forgotten the things I used to do to you? Просыпайся, Соня. Ну, пап, ну еще немножко. Опоздаем. Мне не выиграть без тебя финал. Собирайся. Ну, что только не пойдешь ради победы. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Отлично. Ну что, Раиса Викторовна, что с улетом сегодня звезды? Бойчаку сегодня не поведет. Серьезно? Да. Приятного аппетита. Пойду Пашку потороплю. Давайте. А вот что себе ничего? Я тут приготовила список самых благоприятных дней для зачатия. Раиса Викторовна. Ну, будьте человеком. Накиньте хотя бы еще пару денечков. Такое скажешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вон папа. Я вижу. Через год после сенсационного проигрыша Максим Марченко снова поборется за первенство в финале. Весь сезон он уверенно рвался к победе, чтобы выиграть кубок для своего сына Паши. Пожелаем ему удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Это мой папа! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...